Мы все собрались. Давайте начнем сегодняшнюю лекцию. Сегодня мы будем говорить о цветокоре в видео. Многие сталкивались с тем, что каждый цвет отличается по своему цветовому... Каждый фильм, точнее, отличается по своему цветовому настроению. То есть, если вы смотрите ужастики, они обычно такие темные, атмосферные, более холодные тона используются. То есть, с помощью цветов в фильме можно передать также настроение и жанр. Например, комедии, они очень яркие, светлые. И сегодня мы будем говорить как раз-таки о том, как цвет очень сильно влияет на восприятие кинематографии. И как можно добиться и сделать хорошую цветокоррекцию. Сначала поговорим о том, что же такое цветокоррекция в видео. В техническом смысле цветокоррекция это у нас получается изменение, соотношение трех цветов. Это красного, синего и зеленого. То есть, все знают, что цвет, обычно диджитал цвет делится на три основных цвета. Это RGB. То есть, с помощью палитры RGB можно в целом создать вообще весь спектр цветов. То есть, смешивая разные оттенки, у нас есть цветовые круги и они основываются на алгоритмах RGB пространства. То есть, с помощью таких кругов можно делать разные оттенки в вашем, получается, вашего видео. По сути, цветокоррекция это как коррекция фотографий. Многие, наверное, кто увлекаются фотографией, они потом обрабатывают фотографии в фотошопе или в других приложениях. То есть, изменения баланса белого, контраста, экспозиции, цвета через круг RGB, то есть, через hue saturation. Это все относится также к цветокоррекции. Видео цветокорректируется точно так же. То есть, в Premiere Pro есть аналогичные функции. Сегодня в конце урока мы посмотрим, как это делать. И тем не менее, то есть, видео можно тоже перекрасить, добавить атмосферы, где-то увеличить тени, где-то поправить баланс белого, яркости. И слишком пересвеченные видео можно затемнять и так далее. Очень тяжело работать с темными видео, потому что, если не снимать в RAW формате, очень мало информации идет по содержанию цвета именно в темных изображениях, в темных секвенциях, в видеоотрывках. Поэтому, даже если, например, вы хотите сделать темное, ночное освещение, то можно снять днем и с помощью цветокоррекции затемнить и сделать эффект ночного освещения. То есть, очень многое тоже связано с тем, как вы снимали видео. Итак, вернемся к определению, что же это такое. То есть, иными словами, это возможность создать на постпродакшене необходимый стиль картинки. Попутно исправив недостатки, ошибки при съемке. Дело в том, что даже профессиональная камера может очень сильно искажать цвета. И имеет свои особенности. То есть, цвет кадра на посте все равно необходимо выравнивать. И также некоторые кадры могут не сочетаться друг с другом. Их можно поправить, например, на цветокоррекции, чтобы они были в единой гамме, в едином стиле. То есть, рабочий материал, снятый в разных условиях освещенности, также разных ракурсов, на разной технике, в разное время, имеет существенные отличия. И финальная цветопередача на экране. То есть, цветокоррекция позволяет вам выровнять весь ваш отснятый материал. На что бы вы ни снимали, когда бы вы ни снимали, вы можете примерно свести все ваши видеоклипы в один цветовой ряд. То есть, поправить везде яркость. Если слишком темные цвета, с помощью shadow их осветлить, насколько это возможно. То есть, цветокоррекция позволяет вам откорректировать визуально ваше видео. Есть также погодные отличия. Например, солнечный кадр, смортированный встык с темным, будет бить по глазам. То есть, основная задача цветокоррекции, это чтобы у вас было приятно воспринимать видео, и в глаза ничего не било. Между монтажом разных кадров не рябило освещение. То есть, там, где это не нужно, это надо будет поправлять на цветокоррекции. Для выполнения качественной цветокоррекции у режиссеров монтажа они оценивают исходники видео по ряду параметров. По цветности, по яркости, по контрасту, тону. Во снятом материале ищут ошибки, искажения цветового фона, неестественные оттенки кожи актеров, неяркие кадры, нарушение баланса белого. То есть, с помощью цветокоррекции можно значительно повысить профессиональность видео. Но никакая, даже самая лучшая цветокоррекция не сможет вытащить плохой материал. То есть, если вы снимаете на хорошую камеру, при хорошем освещении, то с такими материалами гораздо легче работать, делать различные color grading техники. Самое интересное отличие в мире кино, то есть, как разделяется цветокоррекция. То есть, сама по себе термин цветокоррекция – это когда мы корректируем видео по основным его свойствам. То есть, слишком светлые затемняем, слишком темные усветляем, то есть, где-то выводим детали. То есть, корректируем именно с технической точки зрения, чтобы картинка была приятной по контрастности, по насыщенности, но не вдаваясь в изменение каких-нибудь цветов и оттенков. То есть, как вы его отсняли, отснятый материал, вы его откорректировали, он стал более четким, красивым. Но, тем не менее, у вас картинка видео примерно получилась по тонам, такая же, как была изначально. Но если вы хотите раскрасить ваш видеоряд в соответствии с режиссерской задумкой, то есть, придать кинопроекту особое киношное, синематографичное цвет, тут уже нужно работать именно с точки зрения color grading. Обычно это делается так. Сначала вы корректируете весь свой видеоряд. Когда, например, смонтировали, уже есть какой-то звук, в самом конце вы уже начинаете делать из видео красивую конфетку. Там вы начинаете именно с color correction. Все, что у вас вошло в монтаж, все отрывки, вы начинаете все треки корректировать. У каждого трека будут, возможно, свои какие-то индивидуальные настройки. Но дальше при применении color grading вы можете добавить целый adjustment layer и на него, как фотофильтр, нанести именно то, каким вы хотите сделать ваше видео. То есть, сделать более теплых оттенков, более темных оттенков там. Использовать различные два цвета, например. Сейчас мы будем смотреть, как в фильмах используют цвета для передачи настроения. То есть, цвет на самом деле очень важен. Это дополнительный язык кинематографии, через который вы можете повествовать ваш сюжет. И вот именно color grading, он работает уже с изменением каких-то оттенков, цветов, всей тональности видео, теплое либо холодное. То есть, и это уже применяется ко всему, получается, видеоряду, который у вас есть в монтаже. Ко всем клипам. И чтобы не назначать каждый раз на каждый отрезочек вашего эдита, вы назначаете на целый слой дополнительный, он называется adjustment layer. Мы сейчас после урока посмотрим, как это делать. И назначаете какой-либо пресет, который вы можете сделать сами, либо использовать уже встроенные в Premiere Pro определенные настройки. Они называются LUT. То есть, с помощью LUT фильтров вы можете быстро настроить определенную цветовую композицию. Именно сделать color grading. Дальше есть еще цветокоррекция бывает. Первичная и вторичная. То есть, первичная – это приведение всех цветов к среднему нормальному уровню, заданному режиссером монтажа. Это, в первую очередь, корректировка освещенности и баланса белого. То есть, вы проверяете через программу Premiere Pro. В конце мы сейчас это все практически посмотрим. Вы смотрите на гистологию по свету и теням, гистограмму, можно даже сказать, чтобы не было слишком высоких пиков, слишком низких пиков темных. То есть, выравнивание именно освещенности вашего видео придаст более профессиональность к конечному результату. И вторичный цветокорр – это подгонка кадров по цвету, по сути, расставление необходимых акцентов с помощью затемнения и осветления. Так режиссер монтажа может по итогу получить качественное видео с ощущением глубоких, ярких, выразительных кадров, как в кино. Колорирование – процесс долгий и кропотливый. То есть, это отдельная специальность. У нас очень мало колористов, на самом деле, которые делают действительно очень красивую картинку. Многие, наверное, видели классные клипы, классные видеорекламные ролики. И вот эта классность как раз-таки придает цветокоррекция. То есть, просто отснять в хорошей студии, с хорошим освещением – это одно дело. А второе дело – уже потом на посте придать именно вот этот лоск и красоту, кинематографичность кадру позволяет именно цветокоррекция. И почему это кропотливый труд? Потому что нужно очень многое знать про теорию цвета, уметь работать с различным оборудованием. Есть даже специальные пульты для цветокора. То есть, комната цветокорректора, мы сейчас можем даже посмотреть, она выглядит как большой пульт диджея, который позволяет… Так. То есть, по сути, это помимо того, что у вас есть несколько мониторов, чтобы смотреть все различные графики, отсматривать шоты и сравнивать их. То есть, есть еще также оборудование – вот эти круги, которые позволяют более точно, как на пульте, вводить и менять цвет. То есть, специальные, получается, миксеры позволяют также работать со звуком и с цветом. То есть, это все очень интересно и увлекательно. Также цветокорректоры работают в темных помещениях, чтобы им не мешало освещение. Потому что правильно передать и увидеть цвет нужно либо при хорошем дневном освещении, либо без освещения. То есть, также очень сильно влияет, какой у вас монитор. То есть, цветопередача у разных мониторов, она совершенно разная. Так, где еще более такой? Вот более такой advanced пульт, который позволяет работать с цветокоррекцией. Здесь, по-моему, открыт DaVinci Resolve. То есть, DaVinci Resolve – это тоже одна из программ монтажа. Она бесплатная. И с помощью нее в основном работают цветокоррекции. Но также есть возможность работать с цветокоррекцией в Premiere Pro. То есть, это две такие мощные программы, через которые можно сделать цвет вашему видео и сделать коррекцию. То есть, вторичный цветокорр – это там, когда вы уже более тонко работаете с каждым переходом цвета. И следующий, третий этап – это драматургическое настроение кадра. Это и есть наш колоргрейдинг. То есть, например, теплые цвета делают картинку яркой, энергичной, а холодные – тихой, спокойной. То есть, зачастую триллеры, ужастики, они красятся именно в холодные оттенки, чтобы придать некую такую атмосферу. Именно так режиссер монтажа формирует восприятие своей работы у зрителя. То есть, вы, когда составляли сценарий, когда мы делали презентации по жанрам, вы примерно смотрели примеры фильмов, которые вам нравятся. Можете еще на эти фильмы посмотреть с точки зрения цвета, какой цвет был задействован в основном. Сегодня мы сейчас посмотрим историю цвета в кино. И также видеопримеры, как вообще режиссеры работают именно с цветом для передачи настроения своего сценария. От классического чебэй сепии до техникалор и современной цветокоррекции. Кино всегда тесно было связано с цветом. Мы уже поговорили об истории развития соотношения сторон, а сегодня узнаем о том, в какие цвета был окрашен кинематограф на протяжении своей истории. Это первая в истории цветная фотография. Ее автором является ученый Джеймс Максвелл, который при помощи камеры Томаса Саттона и предыдущих научных изысканий Томаса Юнга и Германа Фоллингельгольца выделил три основных цвета, формирующих все остальные. Максвелл сделал три фотографии предмета при помощи красного, зеленого и синего светофильтров, а затем совместил их вместе. Произошло это в 1861 году, задолго до появления цвета или даже звука в кино. Да, что там, знаменитое прибытие поезда на вокзал Лосьота было показано только в 1796. Поначалу цвет добавлялся в кино вручную. В свое время на Джорджа Мельеса рабовало около 20 женщин, которые вручную покадрово раскрашивали его картины. Первой системой при внесении цвета в кино стало изобретение Патэ Калор, Сегунда де Шамона для компании Шарля Патэ. Система была основана на трафаретах и по-прежнему требовала раскрашивания фильма вручную. Однако спрос на кино рос, и поэтому кинематографисты перешли к так называемому тонированию пленки, при котором фильм обрабатывался определенными реагентами, давая соответствующие оттенки. Подобный прием очень любил Дэвид Борг Гриффит, режиссер таких фильмов, как «Нетерпимость» и «Рождение нации». Однако первая попытка запечатлеть цвета на пленку, не прибегая к последующей покраске, была совершена в 1908 году вместе с системой Кинема Калор. Система была изобретена Джорджем Альбертом Смитом и Чарльзом Урбаном. И основывалась на цветоделении, когда изображение попеременно проходило то сквозь красно-оранжевый, то сквозь сине-зеленые фильтры, типичные для ранее двухцветных систем оттенки. Изображение затем проецировалось через проектор с соответствующими же светофильтрами. Технология, хоть и произвела фурор, была далеко не совершенна. Цвета смещались при съемке быстродвижущихся объектов, а из-за проблем с лицензированием по этой технологии почти не было снято значимых картин. Одним из главных примеров использования Кинема Калор стал документальный фильм «Торжественный прием в Дели» 1911 года. Создатель системы Чарльз Урбан мечтал смести своих конкурентов с рынка, однако очень быстро потерял патент на Кинема Калор своему конкуренту Уильяму Фрисгрину. На суде Фрисгрин сослался на строчку в патенте, гласящую, что система Кинема Калор способна передавать естественные цвета. Однако, ввиду ограничений системы и всего лишь двухцветной аддитивной технологии, детище Урбана и Смита не могло записывать синий естественный цвет. Из-за этого суд счел патент недействительным, и Кинема Калор вскоре отправился на покой. Безусловно, еще были попытки создать схожие аддитивные технологии. Однако, настоящий вес в индустрии обрела технология субтрактивного синтеза, ставшая символом эпохи. Речь, конечно же, о технике Калор. Компания была основана в 1915 году и на протяжении длительного периода применяла все ту же двухцветную систему, сформировавшую визуальную эстетику 20-х и ранних 30-х годов. Однако, как и в случае с Кинема Калор, у системы были большие проблемы с синим цветом. Все изменилось с приходом трехпленочного процесса. И хотя к моменту завершения работы инженеров Техникалор над новым процессом вовсю ударила Великая Депрессия, это не помешало им продвинуть свою технологию и вскоре завоевать рынок. Впервые новый трехцветный процесс был продемонстрирован в короткометражном анимационном фильме компании Дисней «Цветы и деревья» в 1932 году. Интересный факт, но изначально мой фильм создавался черно-белым. Но Уолл Дисней увидел пробы новой технологии и решил переделать весь фильм в цвете, что в итоге принесло компании первой в истории Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм. Настоящим триумфом стал 1939 год и премьера полнометражного фильма «Унесенные ветром», закрепившего принесенной Техникалор годом ранее успех фильмом «Приключения Робин Гуда». В том же году режиссер «Унесенных ветром» Виктор Флеминг выпускает «Волшебника страны Оз». Пожалуй, самый известный цветной фильм эпохи классического Голливуда, ошибочно часто принимаемый за первый цветной фильм. Кстати, если вы когда-либо задавались вопросом, каким образом Дороти попала из окрашенного в сепию Канзаса в цветной мир страны Оз, то знайте, это не Дороти, а ее дублерша, а сам дом был выкрашен в сепийные тона, чтобы при последующей обработке пленки создать иллюзию цветового разделения. Хотя процесс все еще не был идеальным. Снимательный Техникалор был сложный, до появления модифицированных версий в поздние 30-е и ранние 40-е камеры требовали невообразимого количества освещения. Компания контролировала почти все аспекты съемок. На площадке должен был присутствовать сертифицированный механик, а грим и цветовая палитра фильма должны были соответствовать требованиям компании. Однако никто в здравом уме не стал бы отрицать важность цветного кино. На протяжении десятилетий Техникалора обладали фактической монополией на рынке цветного кино. В 40-е годы был выдвинут антимонопольный иск, согласно которому компания должна была отдать честь своих камер, добила же некогда королей цветного кино появление новой технологии под названием Истман Калор. Новая пленка основывалась на немецкой технологии Акфа Калор, после войны разошедшейся по миру. Она работала с обычными кинокамерами, не требовала такого количества освещения и банально была дешевле. Хотя и не давала столь насыщенных цветов, как Техникалор. С другой стороны, аудитория уже вдоволь успела насладиться классической цветовой палитрой и требовала чего-то нового. По этой технологии были сняты, например, такие фильмы, как «Шевротские зонтики», «Заводной апельсин» и «Космическая одиссея» 2001 года. В 1985 году американский медиамагнат и создатель CNN Тед Тернер решил начать кампанию по покраске старых черно-белых картин, оставшихся у него после владения киностудией «Метро Голдвин Майер». Пленку отсканировали и при помощи новых технологий приступили к процессу покраски. Тернер разошелся настолько, что планировал покрасить ни много ни мало гражданина Кейна, однако до этого дело не дошло. Но самая идея манипуляции цвета при помощи цифровых технологий осталась в голове у кинематографистов. В 90-е появился процесс удержания серебра или бридж-байпас, в котором при проявке пленки в лаборатории полностью или частично пропускался результат отбеливания. Итоги можно увидеть в таких картинах, как «Спасть рядового Райана», «Особое мнение» или «Семь». На рубеже тысячелетий компьютеры стали все плотнее внедряться в процесс создания кино. Переломным стал 2000-й год и фильм братьев Коэн «Ох, где же ты брат?». Коэн и оператор Роджер Диккенс стремились добиться желтоватой, почти золотистой картинки. Однако съемки проходили летом, и ни о каком желтом не могло уйти и речи. Поэтому Диккенс обратился к новым технологиям, и в течение 11 недель манипулировал цветами при помощи компьютера, фактически положив начало цветокоррекции, которую мы знаем сегодня. Такой был экскурс в создании цветного кино, и как вообще режиссеры начали играть с цветом, чтобы передать именно вот это настроение фильма. Дальше мы посмотрим еще один пример. Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Александр Макаров, проект Color Grade Master. Специально для вас мы перевели вот этот ролик. Ссылка на оригинальное видео будет в описании. Поэтому у всех любителей Бликня с говной сон попрошу воздержаться. Это только перевод, но я думаю все равно он будет полезен, и вам заснуть жарковато. Все мы знаем, что цвет пробуждает эмоции, ребят, как вы думаете, удастся ли вам заснуть в комнате с ярко-красными стенами? Хороший вопрос, да? Ну, наверное, все-таки будет жарковато. Все мы знаем, что цвет пробуждает эмоции и оказывает психологическое воздействие на людей. Так что, если вы не снимаете в черно-белом стиле, наливайте чай и устраивайтесь поудобнее. Потому что сегодня мы поговорим именно о том, как использовать цвет для создания настроения. К примеру, работая над фильмом в холодных тонах, всегда легко можно выйти за рамки обычных оттенков и выбрать, какой именно холодный оттенок вам нужен. Есть всего три главных фактора, определяющих цвет как таковой. Это, конечно, Hue, оттенок, непосредственно сам цвет, Saturation, насыщенность цвета и Brightness, яркость, которая определяет, насколько свет будет темнее, чем цвет. Или, наоборот, насколько цвет будет светлее по интенсивности самого света. Используя всего лишь оттенок, насыщенность и яркость, Hue, Saturation и Brightness, что сокращенно звучит как HSB, можно создать достаточно сложную цветовую схему. И довольно просто перейти из разряда посредственного режиссера к настоящему виртуозу своего дела. Прежде всего, давайте поговорим о параметре Hue, оттенок. В некоторых фильмах применяют достаточно схожие оттенки, используя так называемую монохромную схему. Другими словами, речь идет о том, что в основе... Немного расскажу. То есть цветовой круг и сочетание цветов – это целая теория цвета. Кому очень интересно, вы можете почитать. И я могу также скинуть видео про теорию цвета. То есть успех любого дизайна, любого фильма, там, где у вас используется цвет, успех зависит от сочетания этих цветов. То есть есть монохромные, патриаде, когда сочетаются только два цвета. И применяя знания о теории цвета, можно добиться также в визуально красивой, эстетичной картинке и передать также еще смысл через знания, что означает каждый цвет. В фильме лежит всего лишь один цвет, или цвета, расположенные рядом на цветовом круге. Например, фильм «Матрица», о котором мы недавно делали обзор в честь его 20-летия. «Матрица» – это классический пример фильма, в котором используется один базовый цвет – зеленый. Знаете почему? Ну, поскольку основной сюжет фильма разворачивается внутри цифрового мира, а зрители, собственно говоря, как и мы, колористы и VFX-артисты, ассоциируют программный код именно с зеленым цветом. Плюс ко всему, по задумке режиссеров, зеленый цвет отображает несколько дефективное качество и неестественное положение дел внутри «Матрицы». «Сатурай Ашан» – «Насыщенность». В этом фильме используется знаменитый эффект «Блищ Байпас Лук», о технологии создания которого у нас уже даже есть урок в бесплатном курсе по цветокоррекции в «Дайвич Розу». Где-то вот здесь появится на него ссылка. Эффект «Блищ Байпас Лук» делает картинку очень контрастной, но при этом наполняет кадры холодными реалистичными оттенками. А еще мы как бы переносимся во времени к потускневшим фотографиям и черно-белым кинохроникам того периода. Ну и в заключении давайте поговорим о яркости. «Брайтнес». В начале этого выпуска мы рассмотрели яркость лишь с точки зрения общего тома фильма. Однако также феномен яркости можно применять и для воздействия на отдельные цвета. Довольно часто в кино предпочитают использовать исключительно интенсивные цветовые решения, особенно для воссоздания эры техника «Мор», когда насыщенная и сочная картинка была хорошим поводом для просмотра кинофильма в одиночку. С другой стороны, во время просмотра темных сцен, например, таких как вот эта, можно вообще совсем забыть, что этот фильм был снят в цвете. Теперь давайте посмотрим, что получится, если одновременно использовать сразу два тренина. Посмотрите, в этой сцене все цвета достаточно темные. Сравните их со следующей сценой, где все цвета яркими. В обоих случаях каждый элемент, который мы видим, создает контраст за счет игры более темного и более светлого цветового решения. Таким образом, при помощи параметров Hue, Saturation и Brightness, вы можете ювелирно подбирать цвета, создавая необходимый эмоциональный отклик в вашей аудитории. Да, яркие кадры кажутся живыми и захватывающими. Темными, драматичными и мрачными. Но все мы знаем, что правила существуют, чтобы их нарушать. Только вам решать, что означают цвета. Это ваш фильм, ваш мир, поэтому ничего не должно мешать снятию вашей уникальной световой гаммы. И в заключении, вот вам хороший вопрос. Как изменить восприятие авокрасного цвета, который чаще всего ассоциируется с кровью? В художественном фильме АА 2013 года режиссер Спайер Джонс использует красный цвет для определения страсти. Главный герой Терзор ищет любовь и в конечном счете находит ее в операционной системе. Принято считать, что черный цвет характеризует, как правило, отрицательных персонажей, например, таких как Дарт Вэддер и Звездных Водов. Верно? Верно, однако, их ждать тех пор, пока на сцену не выходит Бэтмен. Ребята, не бойтесь создавать свои правила игры. Посмотрите, например, как Уэс Андерсон оперирует насыщенными цветами, чтобы показать повседневную семейную жизнь в формате комиксов. Хотя на самом деле, в фильмах, основанных на комиксах, чаще всего применяют именно реалистичные томы. Друзья мои, огромное количество инструментов DaVinci Resolve позволяет максимально точно управлять цветовой палитрой. Безусловно, грейдинг является достаточно дорогим и часто довольно длительным процессом. Если на стадии препродакшена стратегия цветового дизайна была плохо продумана, такой фильм будет достаточно тяжело красить в едином стиле. В общем, если вам все это очень интересно и вы хотите как-нибудь поглубже, пожалуйста, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на сайте colorgradingmaster.com и проходите бесплатный курс по DaVinci Resolve и Fusion. Ну, а если вы еще хотите как-нибудь поглубже и стать настоящим профессионалом своего дела, обратите внимание на... Ссылками могу поделиться, если кому-то интересно, можете действительно поизучать. Также помимо Premiere Pro, еще DaVinci Resolve. В целом, программка не сложная, она еще бесплатная. То есть, на ваш выбор вы можете монтировать, как и в Premiere Pro, и там же красить, грейдить ваше видео. Либо также монтировать DaVinci Resolve и там же делать цветокоррекцию. Так, следующее мы посмотрим. Данный видеопример. А, это то же самое, только на английском. То есть, оригинальный... оригинальный видеоролик со всеми ссылками, которые необходимы, я могу скинуть вам в Telegram. Так, следующее, что мы посмотрим, это... цвет в анимации. Здесь мы узнаем, как влияет вообще цвет на определенное значение в фильме. То есть, что означает желтый цвет, что означает зеленый цвет и так далее. Поговорим о теории цвета и о том, как он воздействует на наше расприятие анимационного кино. С помощью цвета мы можем задать настроение изображению, перевести внимание зрителя в нужное место. Поэтому важно подобрать самый подходящий цвет для вашей работы, будь то просто арт или же анимационный фильм. При подворе цвета и распределении его в кадре мы создаем цветовую композицию. И в этом процессе мы работаем не только в зоне выбора цвета, оттенка, но и в зоне насыщенность, приглушенность и яркость. Человеческий мозг сначала воспринимает контрастность объекта и только потом цвет. То есть, изначально мозг разделяет увиденное на светлый и темный, контрастный и однотонный участки. Поэтому рекомендуется для начала обесцветить изображение, с которым вы собираетесь работать. Это поможет проверить, достаточно ли контрастная работа. Однородное серое по тону изображение монотонно для восприятия и не сильно цепляет взгляд. Если у вас не было такой задачи специально, то необходимо выбрать наиболее важное акцентное место, усилить разницу в тоне между самым светлым и темным участками. Также, с помощью обесцвечивания изображения вы поймете, правильно ли у вас располагается точка внимания. Как было доказано, зрительский взгляд в первую очередь направлен на то место, где самый сильный контраст между светом и тенью. На первом изображении сильнее всего внимание привлекает белое лицо на темном фоне. Это место самое контрастное. На второй фотографии самым контрастным является белый текст на темной табличке. Остальные элементы достаточно однородны потомом и, несмотря на то, что вокруг много деталей, меньше привлекают внимания. А теперь вернемся к цвету. Основа и компас при работе с ним это цветовой круг. Разберем на примере, что нам полезно знать о цветовом круге и что пригодится в дальнейшей работе. На нем все цвета разделяют на основные красный, желтый и синий. То есть, это и есть та самая цветовая модель RGB, которая используется в компьютерной графике. Также выделяют дополнительные цвета оранжевый, зеленый, фиолетовый. Это те цвета, которые образуются при смешении основных цветов. И есть группа связующих оттенков между основными и дополнительными. Это желто-зеленый, синий-фиолетовый и другие. Цветовой круг можно разделить на две части на теплые и холодные цвета. Теплые оттенки это те, в которых больше желтого и красного, а холодные, в которых больше синего. Однако следует отметить, что даже один цвет может быть как теплым, так и холодным. Эта разница определяется в сравнении с окружающими его оттенками, то есть цветовым контекстом. Что важно при построении цветового решения в кадре? Во-первых, это цветовая гармония, то есть сочетание отдельных цветов или цветовых множеств, образующие органическое целое и вызывающее эстетическое переживание. Следующий немаловажный пункт это цветовой контекст. Под ним подразумевается разное восприятие цвета в зависимости от его окружения. И, наконец, цветовая композиция. Это использование определенного соотношения цветов в работе, а также их расположение относительно друг друга. Теперь подробнее разберем цветовую гармонию и ее виды. Цветовые гармонии обозначаются на цветовом круге, однако не стоит забывать о параметрах насыщенность и яркость, которые позволяют создать совершенно разную атмосферу даже при использовании одних и тех же цветов. Итак, виды цветовых гармоний. Монохроматическая или однотоновая цветовая гармония. Она создается путем комбинирования одного цветового тона с его темными и светлыми оттенками. В результате можно добиться с одной стороны сильного тонального контраста, а с другой тонких цветовых отношений. Гармония противоположных цветов. Также ее называют комплементарной. Она создается посредством использования любых двух цветовых тонов, которые расположены точно друг напротив друга в цветовом круге. Эта гармония очень часто используется, поскольку она наиболее приятна для человеческого глаза. Противоположные цвета очень контрастны по отношению друг к другу, и это позволяет одному цвету дополнять другой таким образом, что один из них привлекает внимание, а другой является фоном. Комплементарная цветовая гармония самая контрастная из всех цветовых схем и привлекает внимание, даже если по тону изображения не сильно контрастно. Аналогичная цветовая гармония. Также она называется гармонией родственных цветов. В ней могут использоваться как два, так и три цвета, которые находятся рядом друг с другом и имеют схожие оттенки. Они, как правило, довольно хорошо сочетаются и создают спокойную и комфортную атмосферу. Цветовая гармония триада. В ней используются три цвета, которые равноудалены на цветовом круге, образуя равносторонний треугольник. Она также демонстрирует отчетливые и сильные цветовые комбинации, являясь, однако, самой сложной с точки зрения правильного создания. Если будет слишком большое количество каждого цвета из триада, то изображение станет перенасыщенным и чересчур ярким. Для того, чтобы успешно использовать триадную гармонию, цвета должны быть тщательно сбалансированы и доминировать должен лишь один цвет, а два других будут служить для акцента. Или, как альтернативный вариант, используются все триадные цвета, но в виде небольших пятен или штрихов. Еще одно цветовое сочетание это четыре гармоничных цвета или сдвоенные комплементарные оттенки. Также ее называют тетрадой. Для нахождения необходимых цветов в цветовой круг вписывается прямоугольник или квадрат. В этом случае сочетаются два родственных контрастных оттенка и взаимодополнительные. Например, эта гармония может быть использована в изображении с четырьмя и более персонажами, если вы хотите, чтобы каждый персонаж получал равное внимание. Теперь поговорим о том, что важно знать о цветовом контексте. Мы уже затрагивали этот аспект, когда говорили о теплых и холодных оттенках, поскольку именно в сравнении мы можем сказать, какой из оттенков относится к холодным, а какой к теплым. Однако цветовое окружение влияет и на восприятие яркости того или иного цвета. Тут можно обратиться к оптической иллюзии восприятия цвета или иллюзии тени адресами, где один и тот же цвет в зависимости от его окружения воспринимается как разные оттенки. Это наиболее наглядный пример того, как наш мозг воспринимает информацию. И еще немного о цветовой композиции. Чтобы зритель не заскучал при просмотре изображения, необходимо использовать цвета в неравнозначном соотношении, то есть при использовании трех оттенков лучше будет выбрать самый важный акцентный цвет, которого будет меньше всего и который будет привлекать наибольшее внимание. А остальные два цвета будут дополнительными, но также не в равной пропорции. Так, например, взять соотношение 10, 30 и 60 процентов. Также для удержания внимания важно расположение этих цветов в кадре. Тут нужно понимать, что если они равномерно распределены по всему кадру, то тогда взгляд будет блуждать по нему. Есть вторая часть, которая тоже посвящена теории цвета. Я считаю, теория цвета это вообще такой краеугольный камень во всей CG-индустрии не только фильмов, но и создание анимационных фильмов, также дизайна. То есть, если вы даже хотите сочетать свою одежду, зная теорию цвета, вы можете красиво подбирать там разные оттенки в своем гардеробе и так далее. То есть, цвет окружает нас везде и знать его теорию позволит вам делать что-то очень гармоничное и приятное. И также делать какие-то акценты и работать с контрастом. То есть, цвет вообще это все, что нас окружает, по сути. Поговорим о теории цвета и о том, как он воздействует на наше восприятие анимационного кино. О том, как мы можем использовать цвет и рассмотрим еще несколько примеров. Выбор оттенков важен для передачи стилистики жанра. Так, например, жанр нуара мы можем узнать по монохромной палитре. В трильвере часто используют темные оттенки, холодные цвета и теплые акценты. Контрастное освещение. Все это создает напряженную атмосферу. В мелодрамах обычно теплые цвета, рассеянный свет. Это создает атмосферу уюта. Также с помощью выбора оттенка и его насыщенности мы можем обозначить целевую аудиторию, взрослая она или детская. Обычно для детской аудитории используют яркие, насыщенные палитры, открытые цвета. Это обусловлено особенностями детского восприятия. Для взрослой аудитории также можно использовать яркую палитру, но реже и не такую насыщенную, как в детских проектах. Цветом можно показать время суток. Очевидно, что в разное время разная освещенность и как следствие разная яркость и оттенки у предметов. Поэтому для передачи атмосферы и времени суток советуем обратить внимание на разную степень холодности света, теней, контрастность границ света и тени. Например, ранним утром и поздним вечером свет и тень холодные, и палитра будет больше тяготить к синим оттенкам. Светлые участки имеют холодный желтый цвет. Граница света и тени, как правило, контрастная. Днем свет и тень теплые, свет тепло-желтый и рассеянный. Вечером в закатные часы свет имеет больше красных оттенков, чем желтых, а тени холоднее. Граница света и тени четкая. Цветом можно передать настроение героя, как в отдельном эпизоде, так и изменение настроения атмосферы во всем повествовании. С помощью освещенности выбора тех оттенков, с которыми у аудитории ассоциируются определенные чувства, автор передает идею и погружает в историю. Разберем, какие ассоциации вызывают у нас те или иные цвета. Желтый В природе чаще всего желтый у нас ассоциируется с солнцем и летом, то есть это тепло, жизнерадостность и счастье. В ярких и теплых тонах это цвет творчества, воображения, также считается, что он сулит перемены и готовность к развитию. Однако, если цвет будет слишком насыщенным и ярким, то это будет восприниматься зрителям, как сильная жара, засуха. Для примера сравним кадры с обилием желтого в работах Оэса Андерсона и кадры из Мэдмаксона. И там, и там много желтых оттенков, однако совершенно разная атмосфера. В первом случае это уют, а во втором создается иллюзия выживенности. Этот цвет встречается в ретро и часто ассоциируется с чем-то старинным. Так, например, пожелтевшие от старости газеты обесцветившиеся пожелтевшие фотографии. Желтый в темных и холодных оттенках олицетворяет трусость, предательство, безумие. Грязно-желтый цвет выглядит болезненным. Яркий, холодный, желтый используют для передачи чувства тревоги и опасности. Красный. Какие обычно ассоциации возникают при упоминании этого цвета? Это любовь, страсть, опасность, кровь, жестокость, агрессия, огонь, внимание, запрет и запрещающие знаки. В зависимости от насыщенности цвет может восприниматься более мягко или же более активно и агрессивно. При понижении яркости красный цвет все больше ассоциируется с кровью, атмосфера становится более мрачным. Синий. В природе синий цвет ассоциируется с небом, водой. Если говорить об ощущениях, то это спокойствие, чистота и свежесть, воздух, холод или прохлада, ночь. Стоит же добавить черного цвета в синий, то есть понизить его насыщенность, и он воспринимается как тревожный свет. Глубокий и темный синий ассоциируется с неизвестностью, бездной. Фиолетовый. Обычно он воспринимается как наименее естественный цвет, поэтому он присущ волшебным мирам, магии и волшебству. Однако в жизни мы тоже встречаем такой цвет. Он связан с цветами, закатным или звездным небом. В темных оттенках он чаще всего символизирует лесть, обман. Зеленый. В жизни мы ассоциируем его с травой, растениями и природой. Таким образом он вызывает у нас ощущение натуральности, умиротворения, гармонии. Это касается светлых, теплых и холодных оттенков. Если зеленый будет сильно насыщенным, то это вызовет тревожное ощущение неестественности, так как будет ассоциироваться с чем-то химическим и радиоцилованным. При понижении насыщенности зеленый становится более грязным, волотным и ассоциируется с обманом, завистью, засасывающей трясиной. В дополнении скажем, что с помощью цвета можно разделять планы в кадре. А теперь на примере раскадровки рассмотрим, как автор с помощью цвета рассказывал историю и изменял настроение всего повествования. Если брать Color Script полностью, то можно выделить несколько частей. Сначала как бы из темноты проявляются цвета и они постепенно становятся более яркие и насыщенные. Это первые четыре кадра. Затем следует часть со светлыми, белоголубыми оттенками. Складывается свежее, легкое впечатление. В целом этот отрезок длится до 30 кадра. После этого начинается переходная часть от светлых, голубых до красных, тревожных оттенков. В начале перехода к красному синий цвет становится менее насыщенным. Затем следует более напряженная часть, где палитра становится красной. Постепенно она приобретает все более темный и мрачный оттенок и достигает точки максимума напряжения. Таким кадром можно назвать тот, где наибольший контраст между желтым и темно-красным бордовым. Затем происходит развязка, напряжение спадает и красный цвет становится бледнее, а потом постепенно переходит в синий-фиолетовый. В финале появляется желтый свет, цвет надежды и радости. Оттенки становятся мягкими. И напоследок предлагаем вам посмотреть видео с канала Тонко Хаос, где наглядно показывают, как одно и то же изображение в зависимости от насыщенности, яркости и выбора оттенков обретает совершенно разную атмосферу. Ссылку на видео мы прикрепим в описании. Теория света это, конечно, очень увлекательно. Если еще также посмотрите видео про композицию, то это вообще полный такой хак с точки зрения дизайна и всего. То есть если это применять в своих работах, работы будут получаться такими привлекательными, будут цеплять зрителя, их будет интересно и красиво смотреть. Так, есть еще несколько уроков по цвету сейчас посмотрим. Возможно, какие-то из них вы можете самостоятельно посмотреть, используете ссылки, а какие-то мы уже посмотрим после перерыва. да, они слишком длинные, поэтому я вам скину ссылки, вы можете их самостоятельно посмотреть. После перерыва мы продолжим говорить о цвете в кино, сейчас небольшой перерыв. Окей, давайте продолжим. Есть тоже один классный ролик про то, как вообще цвет используется в кино, то есть почему используются, например, два каких-то цвета контрастных и как это влияет на зрителя. В этом видео я покажу почему вы скинули два и как вы скинули это . Давайте используем Ад Астра за пример. Шави the amazing cinematographer Хойтевен Хойтевен whose cinematography я анализ в видео. Ад Астра was shot в фильм which made it really important to get colors right. A lot of these color decisions are made on the drawing board and set design plays a huge role. But let's answer one fundamental question. Why do they pick two colors? Why not three or four drawing colors? Movies have been made with normal colors and still are. It's not like a rule or anything that you have to use two colors or any color palette. However, the color palette does allow you to do one super creative thing. And that is to tell story through color. Which aspect of filmmaking does color impact the most? For me, it's the mood. We all know different colors influence different moods. Too many psychological studies have been published about this. None of which I'm going to reference here. Professional products like cameras, laptops, machines, and business suits are made in neutral colors. But when you want individuality and emotion to shine, you use colors like cars, party clothes, fun cameras, and face paint. The traditional way of thinking is red is anger, creates tension, blue and green are soothing, yellow is vibrant like life, brown is earthy, neutral. Look around you, the colors of nature, earth, sky, trees, and plants are soothing and natural to us. Everything else is more exciting, maybe because they were rare. Painters in the olden days had to go to great pains to create different pigments for their paintings. Today we take these things for granted. Of all the colors humans are sensitive to, no color comes close to the color of skin. If you shoot landscapes with cheaper cameras, it's very hard to tell if it was shot on a cinema camera or not. But the simplest and toughest test for any camera is the skin tone test. Slight changes in skin color and we know it was shot on cheap video camera. The audience can't tell what's wrong but they know something is. Many filmmakers still shoot in film because they covet these skin tones. Adaster was shot in film and the skin tones look amazing in any color like in any situation. You can underexpose or overexpose and the colors hold. The only other camera I know of that has this kind of consistency with skin tones is the area like saccharine. Whenever filmmakers pick colors the color of skin is their first priority. Just because the wall is red doesn't mean the skin can be red. Skin must look natural or the audience will know instantly something is off. Even on a film like Emily with a beautiful green patina all over skin tones look very natural for that world. Another example is the matrix. This kind of separation can only be done consistently in production design. Production design is the art of creating sets and even worlds. The production design of films like Blade Runner and Ad Astra stand out for being unique and immersive. The trend for a lot of artistic production design is to decide on one dominant color for any set. This color is what the audience will notice. The second color is usually picked for contrast. A single color gets boring quickly. There's a lot to be said about black and white films but the world quickly forgot about it when color came along. Color is important. But there is something cool about black and white. It draws your attention to the things in the frame without colors distracting away from what should be in focus. This particular quality of black and white was very rich unified look that defines the world the character is in. The production designer and cinematographer decide what objects are what colors. The costumes, the props, everything is meticulously planned so the overall objective is obtained. This kind of color coordination goes way beyond the terrible orange and teal look that Hollywood films had about a decade ago. Some films will continue that because in many ways it's a version of the two color look you have orange for skin and teal for everything else. This is a natural color combination because these are the two main colors in your life the blue of the sky and oceans and the warm orange of the sun and fire light and of course skin tones. By enhancing only these colors and subduing everything else you achieve a sort of black and white look but with color. The other objective of using orange and teal is that these colors are on the opposing ends of the color scale. They contrast each other and separate each other. Production designers always try to find two colors that are in opposition or harmony to each other. They do this for every set in the film and the production designer along with the director comes up with a plan for the entire so he can carry the responsibility of the mood of the story at that point. Ad Astra has important sequences with strong color statements. However, the best example in recent times is Blade Runner 2049. The most important color in Blade Runner is definitely yellow. Yellow is used in subtle ways throughout the movie. Yellow is information, realization, or a place where the main protagonist K finds clues. Every time he learns something new there is yellow like a signpost. The HQ scenes are completely bathed in yellow. Why? It has a library and memories. In Vegas, Harrison Ford is a giant source of information. They're by yellow. The day world of Blade Runner is rust color inspired by shipwrecking yards in Bangladesh and India. Even the costumes are rust color. The earth is literally rusty. The night world is blue and gray where color has no meaning except chaos. It's also an homage to the original Blade One. Then there's green. Green appears whenever joy is around. Green also appears whenever you see products created by walls which joy is artificial things. And finally there's white the color of the answer to the story the truth. There's a clarity to white a tranquility it's the answer case searching for. Color can be used randomly you can always shoot what you get on location and there's a magic to that too but when you see two tone set designs you can be sure the directors are using color to make a strong statement they're using color to its full cinematic potential if you like yellow please hit like if you prefer white please subscribe and for every other color hit the bell you'll see то есть как и аудио цвет нам позволяет рассказывать историю то есть если вы посмотрите blade runner там действительно очень классная цветокоррекция то есть очень многое передается за счет цвета то есть фильм воспринимается как вообще что-то фантастичное интересное захватывающее то есть работа с цветом проделана огромная так вернемся к этапам то есть как мы обычно делаем цветокоррекцию в фильмах и на видео то есть процесс цветокоррекции как уже мы говорили он делится на первичную цветокоррекцию вторичную и самый последний этап уже color grading после того как вы отредактировали по цвету все что отсняли все что смонтировали то есть то что у вас используется в финальном монтаже вы можете приступать к созданию цветовой атмосферы есть тоже небольшие туториалы как делать color correction можем посмотреть также есть еще то есть теория с точки зрения технической возможности то есть как записывается видео как оно конвертируется как редактируется на что влияют определенные параметры что воспринимает человеческий глаз то есть когда мы говорим о digital форматах то есть мы снимаем все на digital у нас в конце выводится также все в digital формате соответственно здесь цвет и глубина цвета передается битностью то есть наверное те кто увлекались и работали в фотошопе там тоже есть разделение 8 бит 16 бит и 32 бита 32 бита это raw формат они содержат в себе гораздо больше информации именно о цвете о свете и там получается редактируя видео в raw формате у вас больше возможности изменять например осветлять тени там менять баланс белого то есть это более качественное видео но если мы работаем стандартным 16 градаций по цвету то в целом цветокоррекцию тоже можно сделать и снятые на телефон видео тоже могут смотреться кинематографично если знать какие использовать предсеты и на что обращать внимание при цветокоре то есть по сути у нас есть человеческий глаз он не очень чувствителен к цвету поэтому его можно сжимать получается цвет можно с помощью определенных параметров то есть форматы сжатия и при конвертации цвета тоже то есть определенные кодеки могут сжать цвет хорошо то есть он будет передаваться так же как в пример про но если например подобрать неправильный кодек или не настроить правильно пример про то на выходе у вас может получиться немного другие оттенки и не так как задумано то есть это все влияет на именно форматы работы с видео и форматы сжатия они влияют тоже на конечный результат цвета то есть здесь уже идет еще так же как цвет записывается то есть в каких форматах чем более качественное видео тем больше информации по цвету записано но также если вы хотите что-то оптимизировать сжать используется меньше информации соответственно видео весит меньше но и цвет может например немного за счет этого сжатия потерять либо цвет либо какие-то оттенки то есть для более детальной работы для более профессионального цветокора используется также еще очень мощный компьютер то есть как минимум 32 гигабайта оперативки чтобы это все обрабатывать и также очень быстрые диски для того чтобы это можно было все сразу рендерить записывать и отображать и также то есть на хорошее восприятие цвета повлияет также хорошая матрица монитора то есть если у вас обычный монитор то некоторые оттенки могут передаваться неправильно например и то есть матрица монитора также влияет на итоговый цвет здесь получается в одной из статей рекомендуют модель монитора BenQ SV240 с диагональю и так далее то есть он поддерживает 10-битную цвете с широким охватом разных цветовых пространств то есть и RGB и sRGB и так далее то есть он откалиброван уже достаточно хороших полупрофессиональных работ он подходит у нас был такой случай когда мы заказывали дизайн у одного дизайнера то есть он работал на маке у него дисплей ретина у него оттенки отображаются супер классно качественно но когда он отправил дизайн то есть мы тогда еще работали в университете мы открыли их на наших вот таких стандартных мониторах и это было так грустно уныло и не совсем красиво то есть соответственно нужно также еще смотреть где у вас будет применяться и на каких мониторах то есть просматриваться ваш готовый продукт к фильмам это конечно не сильно отношение имеет потому что фильмы можно в целом смотреть как и через проектор так и через ноутбук телефон и так далее то есть но если более детально как-то работать с цветом то на различных устройствах один и тот же цвет может отображаться по-разному то есть зависит уже от самого оборудования следующее что нужно знать это с каким софтом работать то есть сейчас я буду показывать примеры на Adobe Premiere Pro также вы можете использовать DaVinci Resolve он бесплатный и на нем можно работать но помимо этих программ есть тоже широкий спектр ПО который позволяет работать с цветокоррекцией также можно в процессе работы использовать LUT пресеты то есть это такие пресеты где уже за вас настроили какие-то параметры и вы просто их подгружаете но LUT пресеты желательно использовать на этапе уже Color Grading когда вы задаете атмосферу вашему видео но для тонкой цветокоррекции для первичной цветокоррекции вам нужно уметь работать с различными параметрами такими параметрами как по яркости то есть по яркости и балансу белого можно складывать ваш монтаж то есть если вы смонтировали и какие-то кадры у вас прям бьются по цвету там одни очень приглушенные другие слишком яркие то их надо будет немного сводить используя то есть различные настройки яркости и баланса белого это нужно для того чтобы у вас было единое гармоничное видео если вы например не хотите это делать то нужно делать определенные переходы то есть как мы проходили на прошлых уроках видео транзишны если это от одного сцены к другой сцене то там в целом можно приемлемо то есть тут мы снимаем ночь но дальше какой-то переход и мы переходим на дневное освещение то из дневного освещения конечно же ночь делать не стоит но если это например нарезка уже из разных дублей то есть вы отсняли эти дубли и они соединены в единую сцену их надо обязательно сводить по цвету чтобы не было то есть один и тот же человек одно и то же действие но одна картинка яркая другая темная то есть это очень большая ошибка цветокоррекции и ее надо исправлять чтобы кадр казался гармоничным и первая ошибка это не играйте с цветом кожи как мы смотрели на прошлом видео то есть человеческая кожа даже если мы применяем color grading она должна смотреться естественно то есть если у нас человеческая кожа имеет розовые оттенки то соответственно когда вы перекрашиваете в синей то кожу желательно тоже приблизить более к розовому естественному цвету это делается с помощью масок то есть там выделяются определенные зоны человек где у нас человек и сводится чтобы кожа смотрелась наиболее естественно то есть это все потому что человеческий глаз привык воспринимать тон кожи в довольно узком диапазоне природных цветов и то есть вне зависимости от того какого оттенка кожи героя в кадре она должна сохранять свой естественный цвет с поправкой на окружающее освещение то есть если на него падает красное освещение это приемлемо это естественно то есть у нас там есть источник освещения и глазу понятно но если мы например дневное видео полностью покрасили в красные оттенки и это будет смотреться то есть как более футуристично нереалистично и может бросаться в глаза но также это может быть каким-нибудь арт приемом так что никто не запрещает выходить за рамки дозволенного то есть здесь рекомендуется после основной работы по колоргрейдингу наложить поверх ваших изменений какой-нибудь легкий цветовой фильтр который уравняет разницу между областями кадра то есть и там где у вас области лица и тела это тоже нужно проделать так окей давайте попробуем что-нибудь сделать в пример про мы его еще ни разу не открывали пример про это очень ресурсоемкая программа требует тоже большой оперативной памяти то есть чем больше тем лучше но тем не менее у меня получается здесь 8 или 16 я уже не помню но пример про заводится но работает не так быстро тоже пример про зависит еще от видеокарты если видеокарта имеет несовместимый драйвер как у меня сейчас ошибка вышла то в целом это окей можно с этим работать но может быть проблемы с конвертацией в конце так могу показать какой-нибудь так пример уже из собранных видео которые я делала для работы то есть там нам надо было сейчас надо было задействовать да все оффлайн то есть пример про позволяет работать с различными файлами то есть здесь можно создавать анимацию добавлять аудио работать с аудио работать с цветокоррекцией добавлять текст этот текст можно анимировать в целом можно даже посмотреть то есть окно пример про настраивается под нужды которые вы хотите с ним сделать если вы работаете с эдитингом то он может выглядеть то есть интерфейс можно выбрать под эдитинг если вы приступаете к калор интерфейс можно поменять на калор и у вас откроются нужные окна в пространстве пример про если вы там работаете дальше с аудио то можно выбрать пресет аудио и под аудио у нас перестроятся окна я работаю в стандартном режиме эдитинг то есть там где у нас есть окно где у нас будет вид финальной композиции почему она не отображается возможно я все видео переместила и поэтому мы не видим то есть пример про так же как кто знаком с майя он не хранит в себе файлы он хранит в себе ссылки на эти файлы то есть работая над фильмом старайтесь держать очень хорошую файловую систему то есть чтобы у вас сам проект и дубли для монтажа хранились в одной папке чтобы было легче не потерять вот так вот как я это сделала здесь то есть вот эти клипы есть окно project это те файлы которые вы используете в проекте вы можете то есть весь ваш отснятый материал закинуть в окно project и начать работать над монтажом то есть просматривать различные дубли выбирать и отрезать различные компоненты ну например у меня здесь есть различные скрин recording то есть здесь они у меня в принципе открываются но почему-то здесь не отображаются то есть слева когда при монтаже вы отсматриваете какой-то эпизод то есть это то что вы сняли справа вы уже видите то что вы уже смонтировали и как это смотрится вместе то есть можно слева отснять весь отснятый шот например выбрать какой-то интервал то есть с помощью вот этих вот курсоров его можно также сдвигать то есть вот эта полоска позволяет вам здесь вырезать нужные моменты которые вы хотите задействовать фильме после того как вы вырезали то есть какой-то промежуток вы переходите в окно которое у вас отвечает за вашу композицию финальную и вот это выделенный момент можно вставить прям в композицию нажав на эту кнопочку то есть и этот момент у нас получается вставился в видео его можно перемещать двигать то есть я сейчас его вставила прям сюда можно менять масштаб вот таймлайна делать его меньше уже то есть здесь такой есть ползунок это позволяет вам смотреть на всю композицию и на какие-то более детальные участки то есть здесь отснятые отснятые кадры у вас будут содержать себе аудио если вы пишете аудио отдельно то помните я вам говорила что нужно делать хлопок то есть самый громкий звук он будет смотреться как на гистограмме сейчас вам не видно то есть на гистограмме аудио то есть вот это будет пиком и на основе этих пиков вы можете выравнивать разные аудиодорожки то есть и синхронизировать аудио дальше как вообще создается композиция она создается автоматически если вы перенесете в таймлайн один из ваших отснятых клипов сейчас попробуем открыть новый файл создадим новый проект то есть когда вы только открываете проект вы можете выбрать какие-то настройки во-первых где у вас будет храниться весь проект то есть храните все в одной папке чтобы это было понятно где что находится и можно было переносить с компьютера на компьютер просто поменяв путь на location также есть какие-то пресеты про диск то есть чем больше у вас дискового пространства тем лучше потому что для сохранения некоторых видео требуется тоже большой объем кэша и этот кэш хранится на диске и также работая в premiere pro и в after effects иногда может полностью закончиться память на компьютере поэтому периодически нужно тоже чистить кэш memory кэш то есть я уже не помню где он находится media кэш в преференсах то есть его тоже нужно будет чистить чтобы у вас не забивалась память так также под premiere pro можно выделить оперативную память чтобы он работал быстрее но можно это все оставить по умолчанию это не так критично сейчас создадим новый проект создадим на рабочем столе где-нибудь так я лучше закрою и открою то есть в пустом проекте у нас нет никакой секвенции тут нет файлов то есть мы еще пока сюда не закидывали также в левой вкладке помимо того что у нас есть source clip мы можем посмотреть мы можем редактировать эффекты это тоже очень удобно я сейчас скачаю одно видео и на котором буду тестировать тоже очень хороший шот можно на нем попробовать сделать цветокоррекцию и какой-нибудь базовый монтаж то есть если у вас есть уже какие-то отснятые кадры вы их закидываете в папку project начинаете просматривать через source clip то есть посмотреть можно его здесь выбрать нужные моменты где-то что-то срезать если например у вас один какой-то клип и вы не хотите его резать то его можно уже сразу закинуть в timeline то есть просто drag and drop и у вас создается секвенция по формату этого видео то есть если видео было снято в HD 720 то соответственно такая же композиция у вас создастся если вы снимали в формате 4K то желательно создать вот эту композицию как его секвенцию 1920 на 1080 и немного уменьшить по скейлу видео потому что в 4K очень сложно монтировать и потом очень сложно рендерить то есть это может быть ресурсоемко и не все компьютеры ноутбуки выдержат да тоже зачем зря тратить получается и время это все будет тормозить лагать и финальный output видео у вас может быть по формату ютуба то есть желательно 1920 на 1080 это такое минимальное хорошее качество так перекинули видео здесь мы слышим что есть какое-то аудио но я почему-то не слышу его но возможно это у меня что-то с компьютером потому что у меня последнее время с воспроизведением аудио есть некоторые проблемы так но сейчас мы поработаем лучше с color correction то есть звук мы проходили на прошлом уроке у нас есть такая секвенция у нас есть белый участок на основе которого можно менять посмотреть вообще как у нас разбиты по цветам для работы можно использовать lumetri scope и гистограмму можно закрыть vector scope то есть lumetri scope вам позволит посмотреть как разбиты у вас тени и свет то есть 0 это у нас здесь тени то есть здесь у нас много очень черного цвета и в целом оно равномерно распределено но у нас есть очень яркие участки это вот эти всплески белого цвета то есть в принципе у нас lumetri scope то есть по waveform получается по цвету выведены ровно то есть от 0 до 100 но бывает такое что например черный цвет может уходить меньше 0 белый цвет выше 100 там надо тогда править то есть есть несколько окон которые нам нужны обязательно чтобы работать с цветом это lumetri color пресеты то есть мы выделяем видео или фрагмент который будем редактировать открываем lumetri color и можем уже работать то есть увеличивать вот этот exposure это у нас получается вспышка добавляет белая яркости не не brightness а именно что все освещается если вы хотите работать с белым цветом то смотрите изменяя whiteness мы увеличиваем вот эту градацию средних оттенков до 100 то есть слишком светлое видео тоже нежелательно делать но если вы хотите например затемнить видео вы можете whiteness получается снизить то есть получается здесь у нас тени здесь у нас средние тона по свету и здесь у нас очень яркие оттенки какие-то и также у нас есть отношение rgb то есть бывает такое что в теплых оттенках может преобладать вот эта гистограмма выше по красному цвету или если холодные оттенки присутствуют видео то вот этот гистограмм она будет выше то есть по отношению к другим цветам и меняя вот это соотношение можно перекрашивать именно по температуре цвета то есть по hue saturation и temperature то есть вот это все влияет на освещение но вообще желательно немного добавлять контрастности то есть мы можем черное сделать более черным либо его приподнять то есть приподнимая черный цвет в белый у нас получается такой минимальный контраст но можно ставить так какие-то highlights можно тоже осветлить либо затемнить есть также нода контраста которая уменьшает либо увеличивает контраст и есть saturation saturation это у нас насколько цветность увеличивается в видео то есть можно убрать saturation и у нас получается черно-белый фильм то есть контрастный то есть очень мало цветности если ее увеличивать то у нас получается очень такое яркое сочное видео как раньше снимали только в начале кинематографии но так у нас кожа становится неестественной то есть здесь здесь можно например тоже поиграть вот этим оттинком в volumetri color есть еще basic correction input то есть здесь вы можете посмотреть которые у вас встроены лад импуты но его их лучше использовать на определенный adjustment layer то есть как только вы заканчиваете настраивать по вот этим параметрам видео вы приступаете уже к color grading еще один параметр который здесь есть это white balance сектор его можно поменять с помощью температуры и этих получается ползунков но можно использовать пипетку и кликнуть по белому цвету и таким образом у вас автоматически все видео будет выстроено относительно вот этого white balance то есть поэтому когда вы снимаете вы можете если у вас нет никаких белых цветов в локации вы можете использовать белый лист бумаги то есть когда только начинается съемка вы это потом обрежете но белый лист бумаги вам даст информацию о белом цвете из этого окружения то есть здесь у девушки белые крылья и это позволяет вам кликнуть просто на белый цвет и мы получаем автоматическую коррекцию по балансу белого дальше что здесь есть у нас есть вкладка curves то есть с помощью вот этой curves можно тоже работать с данными графиками то есть желательно чтобы у вас все тени находились в формате 0 и светлый цвет в формате где-то под 60 под 80 то есть чтобы у вас было нормальное распределение в целом это видео если смотреть с точки зрения гистологии цвета оно достаточно скорректировано и его сильно править не нужно то есть здесь у нас единственное что синий цвет он чуть ниже ну вообще делать вот такую кривую то есть и редактируя то есть получается через кривую у вас картинка уже получается чуть-чуть кинематографичной то есть смотрите то что у нас было до такой серый стандартный и то что у нас получается после оно более такое насыщенное контрастное где-то приглушенные оттенки то есть с помощью данных кривых можно работать вообще с различными оттенками и выправлять видео то есть более детально и подробно я могу также скинуть вам уроки по цветокоррекции где говорится о том за что эти параметры отличают и как их лучше настраивать так и уроки по цветокоррекции у меня были сейчас где-то были вот один из уроков его можно тоже посмотреть здесь в режиме реального времени он показывает как настраивать и делать цветокор видео таких туториалов очень много на самом деле вы можете тоже поискать в зависимости от того в каком формате вы хотите сделать color grading вы тоже можете смотреть как настроить тот или иной оттенок в вашем видео так и дальше вернемся к нашему видео то есть получается мы сейчас сделали такую прям очень простую попробовали эти все параметры посмотрели на что можно смотреть и теперь можем сделать самый простой color grading то есть что нам надо нажимать надо нам в этом в окне проект создать новый item который будет называться adjustment layer то есть с помощью adjustment layer вы можете накладывать любые эффекты которые например будут поверх всего видео допустим у нас здесь может быть несколько кусочков вот я могу сейчас разрезать один этот кусочек у нас как будто бы два видео и вот этот adjustment layer он может быть прям на весь ваш фильм и то есть придавать общий как бы цветовой тон всему видео на adjustment layer вы можете также настраивать свой lumitri color то есть выбрав именно adjustment layer вы дальше выбираете например input lat и выбираете различные кодеки вот есть очень яркий какой-то очень выбеленный то есть более такой сероватый то есть также можно загружать определенные скачанные латы в ваш проект то есть у меня тоже здесь есть небольшая папка откуда можно это скачать то есть эту ссылку я вам тоже могу скинуть и оттуда вы можете брать пресеты то есть это также ускоряет процесс работы и причем если вы создадите свой какой-то красивый фильтр вы его тоже можете сохранить через лад и переносить из проекта в проект либо применять в разных получается на разных шотах так сейчас скачаем попробуем использовать различные может быть free перенесу их на рабочий стол там будет их легче найти так и теперь получается выбирая adjustment layer можно здесь сделать брауз и путь до ваших сохраненных лад систем вот например есть input более такой теплый горячий также можно редактировать насколько сильно он будет влиять но в моей системе почему-то не отображается здесь есть интенсивность обычно во всех паториалах насколько сильно вы хотите применить этот эффект то есть их можно смешивать но здесь он у меня почему-то не открылся так есть sign style то есть такая цветокоррекция тоже может подойти то есть то что то что было и вот для сравнения можно посмотреть вообще оригинальный так если сейчас выключить то есть оригинальное видео выглядело так и если сейчас включить все наши эффекты будет смотреться так то есть более как-то контрастно причем можно контрастность немного уменьшить здесь смотрите у меня белый цвет уже ушел за рамки моего ста это не совсем правильно мне кажется надо его вернуть так вот так будет я думаю получше если например у вас два шота более-менее с одной локацией при одинаковом освещении один вы уже настроили и вы хотите настроить второй точно так же то есть эти параметры можно копировать то есть вы делаете ctrl-c и правой кнопкой мыши на другой шот и можно place attributes то есть поставить атрибуты обязательно чтобы здесь была галочка включена на lumetri color и это добавляется то есть можно таким образом копировать различные параметры как резать видео видео резать можно с помощью вот здесь есть такая бритва в зависимости от того где вы хотите сделать кат и обрезать например здесь все можно двигать можно создавать еще очень много дорожек треков и накладывать друг на друга дальше что можно сделать есть эффекты которые можно применять также в ваших проектах если мы вернемся во вкладку editing есть у меня окно эффект и из эффектов можно применять к видео такой эффект как стабилизация вы можете просто в поисковик ввести стабилизация верб стабилизация позволяет вам убрать некую трясучку рук то есть он сделает более плавным движение накинув его вы увидите что у вас появилась варб стабилизация он сейчас у меня анализирует фреймы и это займет получается какое-то время то есть обычно он проигрывает в фоновом режиме и у вас выйдет звук который будет означать что стабилизация закончена то есть он работает автоматически и там где у вас слишком трясется кадр вы можете применить этот эффект он сделает он среди и он он как у он 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 и он и он он Спасибо. 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 После всего этого сейчас мы просмотрим, мы сделаем простой рендер видео, то есть соберем это видео и уже выведем в какой-нибудь mp4 формат, то есть чтобы можно было его уже посмотреть. То есть после того, как вы все закончили, вы нажимаете экспорт медиа. Мы сейчас дождемся, пока он отрендерит. Но это получается идет процесс рендеринга превью. После того, как мы уже финально закончим, можно делать полный рендеринг уже в формат видео. Продолжение следует... 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 Вот теперь у нас проигрывается в реальном времени и мы видим результат. Еще что я бы хотела добавить, можно опять вернуться в режим color, чтобы у нас открывались определенные настройки. И можно, получается, немного поиграть с интенсивностью данного лута. То есть, получается, можно добавить не полную интенсивность, а слабее. И плюс можно также играть с тинт-баланс. Но мне кажется, у меня сейчас компьютер не реагирует, потому что перегружен диск, возможно, и не хватает оперативки. То есть, я сейчас редактирую, но у меня ничего не происходит. Так, можно попробовать... Так, окей, давайте попробуем изменить температуру, чтобы это все отображалось. А, я это не вижу, потому что у меня слой был выключен, sorry. То есть, получается, можно еще играть с температурой. И еще у нас есть Creative Filter, то есть можно использовать Monochrome Fuji и насколько это интенсивность. Также можно использовать различные кодеки, которые характерны определенным пленкам. То есть, можно сделать различные эффекты, перекрасить вашу сцену, то есть через Adjustment Layer, чуть-чуть уменьшить температуру, то есть можно поработать также с тинтом. Спасибо. 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 Вот есть пресет Gold Orange, тоже характерен к какому-нибудь фильму в стиле Cepia, то есть можно в целом такое оставить, Adjustment. То есть это все у нас на Adjustment Layer находится, и в любой момент вы можете его отключить и включить. Попробуем уже операндрить вот эту композицию. То есть, допустим, у нас все готово, мы нажимаем Export, нажимаем Media и здесь мы выбираем формат, который мы бы хотели получить. Обычно я использую MPEG-4, но можно также QuickTime рендерить, можно рендерить в AVI формате, но легче всего получается видео из MPEG-4. Также нужно выбрать пресет. Так, и Basic Output нужно сделать, чтобы у нас, получается, как в проекте было, не такое маленькое видео, а нормальное. Так. Не, у MPEG-4 нет возможности рендерить 1080, поэтому лучше выбрать. Но у меня сейчас вылетит Premiere Pro, потому что у меня не поддерживает этот кодек. Так. Так, окей, ну ладно. Если что, вы можете посмотреть туториал, который я скинула, и по экспорту отсюда, в принципе, все понятно. Выбираете формат. Самое главное, чтобы разрешение в конце было 1920 на 1080. Нажимаете экспорт, и у вас получается готовое видео. Ну, у меня сейчас все зависло. Я думаю, можно на этом сегодня закончить. Продолжение следует...